Пошла запись. Отлично. Я приветствую зрителей своего канала ПопКон, приветствую зрителей канала АРО, где дублируется мое видео. Я приветствую Марка Фейгина. Марк Фейгин, выдающийся общественный деятель, выдающийся юрист. Роман Качанов, кинорежиссер скромный. И мы сегодня хотели поговорить с Марком. Мы собирались поговорить об этом, поскольку у Марка не только видны юристы и общественные деятели, он еще видны деятели сопротивления всему этому ужасу и фашизму, который происходит на территории Российской Федерации. И мне хотелось бы поговорить, как Марк видит эффективные какие-то способы этого сопротивления. Мы как-то, наверное, подразгоним эту всю тему. И плюс за это время случилось огромное несчастье с Навальным, и выступила Юля Навальная. И вот что ты думаешь вообще, как нам всем сопротивляться, чтобы им всем было плохо, я имею в виду, всех этих гадов, и что нужно делать, чтобы это было эффективнее? Ну, Роман, я тебя приветствую. Приветствую всех зрителей канала. Вот. Рад очень поучаствовать в стриме. И, в общем и целом, тему действительно, по-моему, всех касается. Потому что мы и так уже выброшены в эмиграцию. Как говорил Владимир Максимов, знаешь, эмиграция – это горький такой хлеб. Горький. Вот. И из эмиграции оно по-другому вообще все видится. По-настоящему по-другому. Потому что, разумеется, ты избавляешься хотя бы частично от вот этого тотального присутствия власти в твоей жизни. Вот. Тебе не надо там думать, сколько у тебя времени осталось до ареста или еще чего-то. Но это в большей степени, конечно, касается активистов. Хотя система такая, что она уже сейчас не особо стремится разбираться. Вот. Избирательный период закончен. Когда репрессии носили избирательный характер, они сейчас все больше склоняются к функциональному и сплошному. Вот. И что есть суть противодействия или сопротивления, резистенция в широком смысле? Теперь уже совершенно очевидно понятно, что система сдрейфовала до уровня, в общем, близкого к патентованному такому тоталитарному. В котором принципиально есть отличие от авторитарной системы. Это тотальный охват все сферы жизни и отсутствие частных свобод. Вот это очень важно. Авторитарная система легко позволяет себе то, что ты можешь не стоять в каких-то партиях. Ты можешь выезжать за границу, возвращаться. Ты можешь, в конце концов, иметь частный бизнес или даже иметь иную сексуальную ориентацию. А вот в тоталитарной системе это уже невозможно. То есть ты не должен не только отклоняться от стандарта, который вам публичный стандарт. Совершенно не обязательно, кто там в элите позволяет себе что-то. Но ты должен еще и декларировать публично, доказывать свою принадлежность к этому стандарту. Потому что неважно, касается это сексуальной ориентации, касается это поддержки СВО или же Путина. То есть ты должен это активно выражать. Места для частной лакуны, для частных свобод не остается. Большая часть людей принимает это. То есть эскейп, уход в эскапизм, он очень сложен в тоталитарных системах. Мы знаем этот опыт еще по советским годам, когда люди там либо географические, либо, скажем так, интеллектуально уходили в какой-то такой астрал свой. Пространства там существовали зачастую очень комфортно. Зачастую кто-то там уезжал в деревню, молился. Кто-то, значит, уходил в библиотеки и там, значит, среди книг зарывался. Сам видел такие примеры многократно еще с советских лет. Нынешняя система, она же ведь вот чем отличается? Она более изощренная. За счет 21 века она технологична. Ну, то есть этот контроль уже соответствует Орловскому. Помнишь, где эта песчинка, телевизор и так далее? Ну, вот. То есть ты уже не находишься в ситуации, когда большой брат – это скорее, значит, кожаная куртка, бобик и, значит, такая протупейка, которая периодически ездит. Кстати, у НКВД были районные отделы. Сейчас они восстановили районные, на районных уровнях, значит, опорное отделение ФСБ сейчас есть. Уже до районов опустилось. Это, кстати, было при Кручеве запрещено, только на уровне региона. Ну, города еще могли какие-то группы существовать, но запрещено было до района опускаться. Сейчас в районах уже формируется активно, сейчас этот аппарат очень обширный. Но суть не в этом. Сейчас это за тобой не надо ездить. То есть за тобой следит твой девайс, за тобой следит камера наружного наблюдения, за тобой следит, не знаю, госуслуги и так далее. То есть этот контроль тотален, он еще и цифровой. Это, безусловно, социальный рейтинг, это, несомненно, контроль за расходами, контроль за разговорами, за всем угодно, за твоей работой, за твоими документами, за всем. И он, повторяю, стал более изощренным, более разветвленным. Сопротивляться в таких условиях даже еще тяжелее. Я вот сам стоял в Народно-Трудовом Союзе, это была иммигрантская организация, в конце 80-х меня приняли в закрытый сектор, потом частично открылся я в 90-х годах. Ну, то есть был такое членство. И иммигранты, которые с 30-х годов в этой организации, это была отпетая антисоветская организация, ну, журнал «Посев», «Грани» очень знаменитый. Да, просто все знают журналы, не знают, что за ними стоял Народно-Трудовой Союз, российский солидарист. Вот, была такая абсолютно антисоветская организация, в период Второй мировой войны, часть Второй эмиграции, люди ушли с немцами, тоже были в этой организации, считалось, что давайте их будем обдавать нацистами, ну, как всех вокруг. Вот, но сам факт, в те годы, например, там, люди запускали какие-то шары, листовки направляли, с моряками работали, те перевозили эти журналы. То есть существовала какая-то вот тактильный контакт, коммуникация непосредственно. Сейчас в такой, вроде бы, необходимости нет, есть интернет, где ты можешь это направить, но это не отменяет этого тотального контроля. Но это и дает преимущество. Сопротивление через эту сетевую связь, оно, вот это цифровые технологии, технологии вообще 21 века, они должны послужить во многом, так сказать, возможности коммуникации и агрегации этого протеста. Там была такая молекулярная теория, некий Валентин Дмитриевич Паремский такой, изобрел ее, при которой должны существовать тройки, пятерки, вот такие группы, которые между собой не связаны, а что-то такое отдельно делают. Где-то расклеют листовки, там, не знаю, на избирательные участки кидают какие-то там прокламации, значит, письма пишут в разные инстанции, быть проклят Сталин или там Брежнев, не важно. То есть, и главное, что они ни на кого не ходят на связь, их периодически, конечно, брали КГБ, но, тем не менее, эта работа существовала вот сейчас очень близко к тому, видимо, будет повторяться такой же опыт резистенции изнутри, если мы говорим о тех, кто продолжает находиться в России. Открытые формы диссидентства тоже не отменяются, они скорее есть, сейчас это уже не протест политический, как это принято сейчас по инерции называть, это протест индивидуальный исключительно, вот, и это сопротивление, оно многоэтажное. Первый уровень, это, конечно, значит, попытка неучастия, попытка этого эскейпа, хотя она все сложнее ее реализовывать, поскольку, повторяя цифровой контроль, он все меньше оставляет лаком, потому что можешь уехать в деревню, но у тебя все равно госуслуги, тебе надо платить налоги, должен ходить за документами, тебя все равно будут контролировать в той или иной степени. Когда у тебя на руках девайс, у тебя телевизор с цифровым вещанием, ну и так далее, ты все равно в той или иной степени, в общем, подвержен вот этой ниточке контроля. Но, тем не менее, это первая форма сопротивления, частично такие люди могут там, я не знаю, не ходить на выборы или ходить на выборы, голосовать, не голосовать, написать, что там Путин хуйло или что-нибудь еще. Эта форма, она остается всегда за человеком, хотя это тоже вопрос личного выбора. Вторая форма, это, как я уже сказал, диссидентство, то есть, по сути, Алексей Навальный, мой друг, конечно, и все такое, он уже последние годы был просто диссидентом, то есть, его муническая смерть, его убийство, ну, то есть, его, конечно, по приказу убили, это очевидно, что тут обсуждать здесь обсуждать нечего, но это уже была не политическая форма протеста, это была такая форма диссидентства. Он теперь будет стоять в ряду в одном, даже не Нельсона, Манделлы или там кого-нибудь, да, а скорее Марченко, Стуса и других, в общем, людей, диссидентов, погибших в советских застенках. Потому что политикой заниматься в публичном смысле невозможно, когда ты осуществляешься диссидентскую деятельность. Третий уровень – это уровень подпольный, в котором находится какая-то частичная, значительно или незначительно сложно оценить часть людей, которая поджигает военкоматы, поджигает вот эти поджоги часто, это все дело рук. Третий уровень – это такое, в общем, прикладное сопротивление, при котором люди избирают дистанционные формы ударов по власти. И это был, кстати, гораздо меньше в советский период, сейчас их больше, это на фоне войны, тут еще и возникает некая коммуникация с противником режима в лице украинцев. Ну, вот это уже форма индивидуального, если хотите, террора. Хотя, опять же, слово террор здесь не очень подходит, поскольку мы не видим примеров, когда бы российские подпольщики или российские нелегальные революционеры или сопротивленцы, участники резистенции убивали кого-то. Они, в основном, поджигают, используют дроны, опять же, используют технические приспособления и, в общем, наносят удары, какие могут. Это все единичные вещи, они мне пишут периодически, я получаю от них почту. Я не могу им ничего указывать, мое мнение по этому поводу, например, оно такое явно сдержанности, призыв, потому что, на самом деле, человек поджигает военкомат, пишет, я вот поджег военкомат, но, опять же, мы анонимно общаемся, я не знаю, кто этот человек, но его могут взять, он может пострадать, я всегда советую немедленно уходить из России. Но эта форма сопротивления не существует. Если кто-то говорит, что ее нет, это неправда, она есть. Она точно есть. Вот. Эта форма сопротивления... И есть четвертый уровень, это уровень за границами, когда люди, в общем, несмотря на риски, они ничем не сдерживаемы, могут действовать более-менее свободно, организовываться, политически выражаться и пытаться поддерживать коммуникацию, связь с теми, кто остался в России внутри. Это высокий уровень, уровень, имеющий значительные возможности, от финансовых до медийных, и заканчивая вплоть до возможности передачи каких-то средств необходимых в России для ведения разной работы на всех трех, как я уже сказал, уровнях. Вот. Ну, например, если это эскапистский уровень, то вот видите, сейчас их призывают в полдень выйти и подойти к участкам, поставить в бюллетень фамилию Навального, пустить в уровень, как предлагает Михаил Ходорковский. Ну, это опять же, это вот призыв, он же услышан, при советской власти, пойди, как ты его передал бы, да, вы сходите, говорит, на участке и против Хрущева напишите, что он кукурузник. А как ты это сделаешь? Как ты об этом расскажешь? Телевидение, все, тотальный контроль, газеты, радио. Здесь есть интернет, который позволяет вот как раз в 21 веке эти вещи каким-то образом освещать, каким-то образом распространять. Смотри, ну, ты говоришь о процессе, о неком, да, который засуществует, но любой процесс же происходит ради какого-то результата, насколько я понимаю. И вот тут по поводу результативности возникают вопросы. Предположим, очевидный террор, да, это самое, убили Навального. Да. Но никто не говорит, там, ответим на белый террор, красный террор. Потому что за одного Навального давайте валить, давайте валить 400, там, по сотне, там, 100 губернаторов, я не знаю, там, и всяких, там, 100 губернаторов. Ну, да, по сути. Потому что они такие серенькие, как раз за Навального на уровне 400, я думаю, тысяч 5 валят. Ну, да, 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 да. Когда это будет заметно. Вот. И понимаешь, но террор, то, что случилось с Навальным, это такая очевидная вещь. Но террор же, он значительно больше, значительно шире. Например, они детей пугают. Я извиняюсь за это самое. Ну, как, они детей, они десятки миллионов детей в Украине, в меньшей степени в России, но тоже пугают. Ну, пугают. Вот, если ты идешь по улице, и к твоему ребенку пристал какой-то бомж, что ты будешь его делать? Ну, конечно, да. Убивать, Кидри, нефига, понимаешь? А тут, а тут они детей пугают, детей терроризируют, да, убивают достойных людей, а ты, типа, бумажечку кидаешь в этот самый, в урнух какой-то. Мне кажется, что при таком раскладе результата не будет. Ну, в общем, выпуск пары некий будет, да. Человек почувствует в момент бросания этой бумажечки, на момент бросания этой бумажечки, что он, значит, человек, а не говно. Вот, но результата-то не будет. Мне кажется, что надо валить их. Потому что уже, ну, в какой-то момент должна же переполниться чаша. Ну, детей они пугают, моих там, чьих-то еще, десятки миллионов. Убивают достойных людей. А они же все ходят и только розовеют после этого. А почему, почему я не понимаю, почему я не понимаю, не это самое, не отстреливают? Да, но, смотри, это вообще отдельный уже уровень. Вот я рассказал там о, по меньшей мере, трех, но с учетом эмиграции, четырех уровнях возможного организации сопротивления. Это пятый уровень. Дело в том, что общество русское до него не доросло. Вот парадокс. Казалось бы, есть традиция, есть опыт. Все просто достаточно. На самом деле, это несложно. Если посмотреть начало 20-го века, там творилось бог знает что. Там никакой бы Навальный никогда бы, нигде бы в царской России романовской никогда бы не был убит. С него бы волоска не упала. Вот так с ним бы. Извините, простите. А он бы бомбу бы швырял только направо. Да, известная история, когда там высекли этого Лопахина, и потом за это просто пиф-паф, пиф-паф, и там полетели вплоть до министра, понимаете? Вот такие люди, вот такой соль была такая, вот крепость такой, как говорил Чернышевский, Тиин в чаю, понимаешь? Был вот, не разложен был русский человек, он был способен на проявление беззаветное, абсолютно бесстрашное проявление мужества ради другого. Вот это было утрачено. Я думаю, 70-летний тоталитарный опыт как раз ставил себе задачи превращения основной массы, ну, подавляющей массы, конечно, индивидуумы отдельно есть, в такую среду, которая к сопротивлению не способна ни в каком виде, вот из всех перечисленных. И это абсолютное подавляющее большинство. Да, разумеется, конечно, знаешь, есть теория Агюста Бланки, которая говорит о том, что вообще всё это ерунда, там, поднимать революции масштабные, нужно заговором, заговором. То есть, если диктатора убить, да, узурпатора, то, в принципе, в такой заговор может быть вовлечено небольшое количество людей, и как бы меняется ход истории. За этим тоже есть какой-то смысл. Вот мы находимся на таком отрезке, когда для Бланкиста сейчас широкий простор для фантазии и для реализации самых смелых плат. Потому что ты не можешь сподвигнуть широкую массу, она инертная и, ну, она просто боится. А вот для такого рода вещей ответных, это скорее напоминает Толеон такой, да, око за око, зуб за зуб, и дальше пошло-поехало безостановочно. Мы такие примеры видели. Когда говорят, что это вообще не работает, что насилие порождает насилие, это всё ерунда. Да, только оно и работает, поэтому, когда там начинают, значит, из ложных гуманистических, либеральных и других представлений, значит, ну, они усвоены, конечно, век-то 21-й, начинают к этому оперировать. Ничего не происходит, потому что, как я часто повторяю формулу, которую, по-моему, сказал как раз-таки Ильин в своей работе о белом деле, он сказал о том, что какой смысл подставлять второй щёк, когда тебе сносят голову, да. Абсолютно никакого смысла нет вообще. То есть, если ты не демонстрируешь силу, она по-разному может себя проявлять. Вот ты скажешь, ой, террор, насилие, то тогда и, собственно говоря, это соблазняет продолжение в отношении тебя террора. Ведь нет же никакого ответа. Так и вот с Навальным сейчас-то. Казалось бы, власть должна была бы опасаться убивать лидера оппозиции, ну, да, уже диссидента, сидевшего в тюрьме, уже отравленного, уже, так сказать, замученного. Но, тем не менее, это же тоже для них тест определенный. Понятно, там сложились какие-то обстоятельства. Вот сейчас Юлия Навального, я сказала, они обнародуют факты, почему конкретно именно сейчас, не после выборов, не до, а вот именно сейчас они Навального ликвидировали, убили. Но, тем не менее, мы-то понимаем, что это ещё и тест для общества. Если можно вот просто убить Навального, то представь себе, что убить нас с тобой. Ну, и вообще никто не шелохнётся. То есть, никому вообще дела до нас нет. И для людей ещё более мелких вообще никакого вообще дела нет. Конечно, они десятками тысяч убивают своих, а на сотнями тысяч. Вот, в Украине. Это самое, на фронте убивают миллионы украинцев. Понимаешь, ну, я бы два комментария бы дал. Давай. Смотри, во-первых, первый, я бы уж не стал. Тут тоже сомнительный, конечно, как бы комплимент русскому народу. Конечно, не весь русский народ сопротивлялся, скажем так, царскому. Это была очень небольшая группа людей, но зато довольно эффективно, это стоит признать. Бомбы бросали от души и, в общем-то, как говорится, на взрывчатке не экономили, так же, как и на пулях. Вот, и второй комментарий у меня был, ну, второй комментарий я уже забыл, ну, в развитии первого, понимаешь? Это же, ну, второй комментарий, что да, наверное, до диктатора добраться хорошо, как бы сладко, но, наверное, не всегда получается. И, может быть, даже не столь эффективно. Ну, просто как-то отвечать, я не знаю, ну, хоть каким-то действием. Я даже, это самое, для меня, честно говоря, загадка, а почему, собственно, это не могут организовать? Это же вопрос, там, 200, 300, 400 боевиков, которых даже идейных можно найти, не обязательно им деньги платить. Ну, можно и за деньги, можно совместить, в конце концов. Тем более, что если люди так легко отправляются умирать на фронт, ну, так, соответственно, можно и за бабки найти, да? Вот, и просто, и воспитание очень быстро пройдет, я тебе хочу сказать, потому что они просто не пуганные. Ну, ты, я не знаю, ты, может, помнишь, в России идут эти космонавты, да? Конкретные задроты, понимаешь? Их там соплей каждому можно перешибить, но они в этих латах, да, там еще по двое, по трое, на тушень, по одному все равно боятся ходить, и в латах у этих во всех, да, понимаешь? А если разок пальнуть, хотя бы в воздух, ну, они же будут бежать эти свои, это самое, памперсы не успеют менять, понимаешь? Они же смелые, потому что не пуганные. Вот в 90-е бурные была такая категория не пуганых, знаешь, которых пугнуть, и они сразу очень смирные становятся. Мне рассказывали металлисты буржуазии крупные, вот когда началась война, собрали это самое, собрали всяких этих металлистов, да, у которых там еще с 90-х дедов, там, полудедов, у которых с 90-х там руки по локоть в крови, знаешь, там они отжимали эти заводы друг у друга и у кого попало. И приехал какой-то шкет, приехал какой-то шкет при какой-то должности, там зампремьера министра или, ну, говно какое-то питерское прыщавое, да, и начал прыгать и говорить, что он их всех расстреляет, понимаешь? Бегает такой непуганный, значит, колобок там, и рассказывает этим дедам, что он их расстреляет, понимаешь? Они бы, каждый мог бы его просто придушить, понимаешь, даже руками. Да, это-то понятно. А почему этого не происходит? Вот загадка. А, я объясняю. Я тоже знаю ответ, потому что по большому счету все всех устраивает, понимаешь? Немножко повозмущался, пар выпал, выпустил, но так-то всех устраивает. Те же самые металлисты, если брать, они свой металл фигачат, этим самым КГБшникам отстегивают, все довольны. Все для всех есть, понимаешь? Это самое. Вот сейчас Юля Навальный появилась, явно недовольный, у него мужа убили, прям практически в прямом эфире. Может, все-таки как-то она этот несложный мысль сформулирует, что их надо валить вообще пачками. И все закончится. Вот смотри, что касается, почему... Я с тобой согласен, что во многом это положение удовлетворяет. Все-таки, прямо скажем, взрыв на позднем совке, он же был вызван именно распределительной экономикой. Она не давала жизни никакой, прежде всего. То есть, это экономический фактор. А сегодня это какой-никакой, хоть и ограниченный, хоть и такой коррумпированный, но рынок. Монопольный, так и другое. Но это форма жизни, которая, в принципе, за вычетом политики, за вычетом какой-то общественной активности, любой причем, она людей устраивает. Они думают, что они продолжают жить в прежнем вот еще вот этом авторитарном состоянии, где частные свободы возможны. Хочешь, что делаешь, там, хочешь, куда ездишь, отдыхаешь. Это, кстати, скукожится, это, так сказать, свернется вот в ближайшее самое время, потому что это как раз нарушает единство системы. Они обязательно это сделают с неизбежностью для того, чтобы вообще никакого не было червоточного источника какого-то возмущения. Вообще никакого. Ни в среднем классе, ни в металистах, ни в криминале, ни в какой-то мелкой буржуазии, ни в чиновничестве. Всех загребут, всех, значит, будут просеивать до степени муки. Но есть еще один фактор, помимо устраивания экономического, социального, другого положения. Это коллективная психология. Она сильно претерпела изменения. То есть, она чудовища даже за четверть века путинских, она претерпела колоссальные изменения. Коллективная психология, безусловно, была подвержена такому облучению, как у Лема, холодному, как у него там в Солярисе. Что, в общем, мы имеем дело уже, по сути, с другим народом. Отличным даже от тех, которые были в 90-м году. То есть, по существу, ментальность произвела такой скачок регрессивный, конечно, по сути. Который произвел вот этот эффект. Вот такого, я бы сказал, анабиоза. Такого какого-то анемения перед властью. Вот этого не было ни в 90-м. И даже на позднем совке этого не было. Иначе бы не случилось того, чтобы случилось. То есть, было лаконы, где скапливалось недовольство. И оно рано или поздно, в конечном итоге, нашло свое выражение. Вот Путину, в чем его выдающаяся заслуга, как творцу, как основателю, как части, может быть, объективированной этой системы, удалось, это нельзя не признать, за эти четверть века, фактически деактивировать вот эту лакуну, это пространство внутри этого сознания коллективного. Который отвечает за выражение недовольства, за попытку, значит, возмутиться и так далее. То есть, они, в общем, его атрофировали до степени, в которой, ну, невероятной. Потому что, ну, четверть века, оказалось, хватило. Раньше на это уходили гораздо больше десятилетий. Сейчас хватило четверть века. Возможно, ответ в этом в том, что они используют для этого современные технологии. Там, от интернета до телевидения современного, там, значит, других средств и так далее. Возможно, может быть, поэтому. Возможно, все-таки они сумели найти вот эту пружинку страха такой вот, на которую правильно нажимали. Это усилие же было не одномоментное. Я хочу подчеркнуть. Ведь Путин не сразу развернул весь этот махагрепрессий. Хотя бы с ним было все понятно, что он будет делать уже в момент, когда его Ельцин назначил приемник. Там все было понятно. Я не представляю, как люди продолжают говорить, что вот, ну, как же он такой был один до 2008 года, один, потом другой. Ой, для меня вообще, я не понимаю, как, как, это один и тот же человек, абсолютно. Ну, хотелось верить в лучшее, ну, как, блин. Ну, хотелось верить, но это самообман. Потому что любой человек знал, что есть критерии, явные родовые признаки, которые неизменны. Если человек выходит из КГБ, он не выходит даже там из какого-то... Хотя я могу честно сказать, как я воспринимал, если это кому-то интересно. Они были такие серые, такие задротистые, там, что Путин, и что с ними какие-то хуютины были. Да, да. Помнил, ни как их зовут, ни как они выглядят. Я думаю, вот живем мы, как в Швейцарии, понимаешь. Есть там какие-то, какие-то эти самые деятели. А я даже не знаю, как их зовут, какая фамилия, все. Я нисколько не преувеличиваю, честно, даже у меня пруфы есть. Вот. Я не знаю, кто такие. Живем прекрасно, как в Швейцарии. Они там своими делами занимаются, а все прекрасно растет и цветет, да. Вот. Я года три-четыре не помнил, как их зовут. Я и сейчас не помню остальных. Но этот задрот тоже сильно часто мелькает, поэтому он как-то... Но в лицо его запомнить все равно невозможно. Ну, это же тоже отвечает тому же, понимаешь. Это же часть их профессии. Как раз оставаться неузнанными, неизвестными, незаметными, серыми. Ну, в противном случае, это было бы совершенно по-иному выражалась система себя, да. Она-то как раз и хочет быть такой. Она же и действует так. Они же не открыто там убивают Навального, выстроив ему там в голову, да, и на камеры показывают. Нет, они будут тебе труп не отдавать месяцами, да, а потом его кремировать, ну и так далее. Это же тоже часть проявления этой системы. Но, повторяю, возвращаясь к тому, что мы обсуждаем, Путин никогда не был другим. Вот эти разговоры про то, что он менялся, что он там дрейфовал, что он в НАТО хотел... Это только на дураков рассчитано. Они как раз счастливы от того, что идиоты поверили в это вообще. Никогда. Он с первого дня, когда пришел к этой власти, он уже знал, что она от нее не уйдет. Он просто мучительно искал способа. Как это сделать? И он нашел его. Он заключает в том, что не надо торопиться. Торопиться не надо. То есть, у тебя впереди десятилетие. Зачем тебе форсировать хоть что-то? И они медленно двигались. Очень медленно. И дошли к тому, к чему дошли. К событиям февраля уже 24-го года, когда просто убили лидера оппозиции в тюрьме и все. Слушай, у меня другое мнение, что тут дело не только в Путине, а дело еще в собственности. Поскольку собственность по большей части довольно левыми путями доставалась. И чтобы зафиксировать ее, чтобы еще поплотнее ее привязать к каким-то группам или к каким-то там семьям, да. Как бы действительно нужно много времени. Поэтому и в этом смысле долгожительство Путина всех устраивает. То, что вот еще, ну условно, если считать еще плюс 6 лет, так это же за 6 лет еще сильнее можно и больше спиздить. И лучше фиксировать, понимаешь? Роман, Роман, Роман. Ну, Россия не такая страна, где годы, десятилетия легитимируют право. Его плевать хотели, так сказать, те, кто сменит эту власть, если придя, значит, под логом грабь награблена. А сейчас уже другого и не придумаешь, да. Ну, конечно, плевать они хотели, у кого там, кто легитимно эту собственность получил. Или не легитимно и передал из поколения в поколение. И тем самым, значит, обрел какое-то особое право. Да плевать. Ну, не будет это работать вообще. Никого это не интересует. Да, понимаешь. А никого, что еще может питать? Юноши, правда, уже старенькие, все лет по 70, по 150. Смотри. Ну, вот как получается. Как я думаю. Что есть, возможно, как бы такое благополучное развитие событий. Если все-таки начнут в неделю там валить по парочке министров каких-нибудь, там парочки каких-нибудь путинских банкиров, там, я не знаю, там послов, ослов, там, не важно. Вот. Может, лучше больше, чем по парочке, но не важно. То где-то за неделю за обязательностью все закончится. Сами же они быстро все как-то начнут перестраивать, потому что жить сильно захочется. А при другом раскладе, ну, да, 10-15 лет, учитывая их преклонный возраст всех, да, 10-15 лет, и, понятно, их в любом случае будут проклинать собственные дети и называть улицы именем Навального и твоим. Вот. Это самое, чтобы отмазаться как-то от них и быстрее их забыть, понимаешь. Потому что с говном все равно ассоциироваться не хочется. И когда они как-то так, естественным образом, как-то их смоют, то это тоже будет. Ну, конечно, 10-15 лет ждать не очень хочется, честно тебе скажу. Поэтому я про эффективные способы какие-то с тобой заговорил, понимаешь. Я вот по большому счету хочу это рассмотреть. Ты, в общем, прав в чем? В том, что такой расклад возможен, но он не эволюционный. То есть я не верю в то, что там Путин умирает, на его место приходит кто-то помоложе, и система разлагается сама. Потому что, ну да, на это может уйти как раз и 10, и 15, больше лет. А вот этот резерв, он исчерпаем, безусловно. Но вопрос же в другом, в том, что мы имеем дело уже, и они сами себе поставили задачу. Вот Медведев, в силу того, что он дурак, он это открыто выражает. Что мы этой операции достигаем главного. Помимо всех этих захватов территориальных. Мы еще и меняем нацию до степени необратимого. Он прямо открыто говорит, мы уже настолько засрем мозги, что вам уже не удастся их вернуть в такое либеральное, цивилизованное или иное состояние. Эти люди будут навсегда поражены этим вот вирусом, который неистребим будет уже в национальной культуре, в национальном сознании, в менталитете. Он открыто об этом говорит. То есть это и для этого нужно. Они же прямо говорят, давайте, говорит, в управление вот этих вот ветеранов СВО пихать. Значит, неважно, там судимый он, он же помилован уже за участие в операции после 6 месяцев и так далее. Хотя понятно, что это больше риторика такая на публику. Сами они с удовольствием бы их утилизировали. Но за этим тоже что-то есть. Поэтому вот эти изменения, о которых ты говоришь, когда улицы в честь Навального и памятники будут стоять, нужны революционные, которые коренным, подчеркиваю, что такое революция, коренное изменение общественной, социальной системы, экономической и другое. Коренное это означает, что все, что было раньше, не будет, а будет новое. И причем, ну, понятно, что это может выйти рынок и капитализм. Не об этом речь. То есть, социальный проект, он должен выразиться прежде всего и в главной степени в изменении ментальности вообще, сути самой России. Потому что если это не сделать, то инерционный этот процесс, он все равно приведет по кругу диалектическому обратно. То есть, все равно все это через какой-то цикл опять сменится туда же. Мы же это просто видели. Я бы рад бы сказать, что там у прогрессивного движения, значит, только движение вперед, а вот цикличное время счисления, оно приводит к вот этим возвращениям бесконечным. И Россия в этом смысле, безусловно, азиатская страна. Но нужно коренное изменение, которое просто изменит все. Возможно, в результате этого изменения Россия не останется ни в своих прежних границах, ни в своем таком национальном выражении, вот эта страна, там, россиян. Может, она станет страна русских, страна каких-то новых русских и так далее. Может быть, это будет вообще какой-то отдельный русский Тайвань. То есть, я не думаю, что здесь перспектива такая, что вот та Россия, которая существует, вот та, какая она сейчас есть, она вот вся перевернется и будет Россией с другим знаком. Мне так не кажется, что какая-то часть останется в этом во всем и будет в этом существовать после распада. Какая-то часть, наоборот, станет проевропейской и будет вполне цивилизованной. Просто мы это видели в период распада СССР. Ведь тоже, кто большую разницу видел между русскими и украинцами? В период советский не видели. Но считая, что это тоже как-то где-то славяне какие-то, так сказать, по-другому фамилии звучат. А так-то, в принципе, по большому счету разницы никакой. Но распад, и вот одна часть абсолютно прозападная, европеизированная, против чего они, собственно говоря, и ведут войну. Недопустимо, чтобы кто-то окончательно определился туда, в цивилизованный мир. А какая-то часть осталась вот в таком же состоянии, которое усугубилось причем. Потому что там хоть идеология была, а сейчас они даже ответить не могут. Они мычат. То есть, если бы какого-нибудь советского пролова спросили, он говорит, да, мы боремся за интернационал, за победу коммунизма. Эти даже не могут пообъяснить, зачем вам это Украина? И все. Посмотри, какой любой опрос. Слушай, ну, тут я своими ушами слышал, если бы не слышал. Я два раза слышал от разных. Но у меня все-таки разные уровни знакомых. И когда мне говорило там, а вот Машку-то, Машку-то помнишь, так она мужа отправила деньги зарабатывать в Украину. А, прекрасно. Вот. Это тоже. Ну, вот поэтому они и БМЕ. Ты понимаешь, ты думаешь, что... Понимаешь, они и деньги зарабатывают. При возможности зарплаты там 20-30 тысяч, а тут 3 тысячи долларов. Но это же тоже гениальный ход Путина, понимаешь? Ограбить всю страну, превратить все во владение маркиза Карабаса, как там кот впереди бежит. Это тоже его... Вся страна Путина. Вот кто скажет, что все, что в этой стране есть, вот даже эти металисты, о которых ты рассказал, разговаривающие с заштатным чиновником из правительства, значит, они же тоже принадлежат Путину. Он в любую минуту раз, и тебя отправляются за Пригожным или за Навальным, понимаешь? И все это понимают. Все по этим правилам живут. Потому что они отдают себе отчет. И это тоже еще одна такая, ну, в общем, выдающаяся заслуга, в кавычках, естественно, Путина, что он сумел превратить страну в свою преступную собственность. Синдикат такой, который все принадлежит ему. Просто стоят какие-то управленцы, которые, значит, канцельери или какие-то еще более низкого уровня, значит, доверенные лица, которые управляют вот этим всем его принадлежащим ему. И в этой ситуации он, конечно же, может вот это вот распределением заниматься внутри. Сжав до изюминок, значит, яйца обычного обывателя, он может ему сказать, а я вот чуть разожму, и тебе будет хорошо, и тебе потечет, значит, приятная по телу такая теплота. И вот он чуть-чуть добавил денег, потому что, на самом деле, это ничтожные деньги, там, ну, пусть это 200 тысяч, сколько они сейчас получают, рублей, да, ну, 2000 долларов, ну, за то, чтобы отправиться, значит, румяненьким, а вернуться, значит, в черном пакете, ну, это такая себе, знаешь, выбор. Но, тем не менее, это происходит. И люди, им внушено, что это правильно и хорошо, что это выгодно, а иначе будешь получать свои 30 тысяч. Вот это же тоже, видите, достижение определенное, что у людей вот эта иерархия так в голове устроилась, что они теперь считают, что это нормально, поехать кого-то убивать и самому рискнуть умереть за две штуки, понимаешь? Ну, значит, все нормально, значит, у него, как бы, его социальный эксперимент удался, но мы просто по-другому не можем это трактовать. Но это часть этого, внеидеологического, а материально мотивированного, значит, переоборудования вот этого человека, то есть его переформатирования, да, вот его как на масштабирование 3D-принтера переделали ему мозг, слепили, так сказать, ощущения, сознание, дали ему мотивы. В них нету изначального стержня идеологии, потому что он же, никто не понимает, зачем это нужно. Ну, из-за денег, да, вот тем мотив, а что ты? Как они говорили, а что, вы хотели на дороге или от алкоголизма? А нахрена? А тут еще и деньги заплатят. Умрешь все равно, а так хоть денежки будут. То есть, ну, охренительная идеология, просто невероятная по масштабу. Значит, Замбаш, такая прошивка, вот. И я и говорю, что этим отличается. Ты возьми любого там типа воина-интернационалиста, который был, которых мы помним, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане. Их там 100 тысяч, кстати, контингент был, но прошло, конечно, больше за 10 лет. Эти сотни тысяч прошли Афганистану. Они все-таки, возвращаясь, там, Шурави, там, Душманы, это я все очень хорошо помню, я вел с ними идеологию. Я тоже отлично помню. Да, они все-таки вот как-то разговаривали штампами, но идеологическими штампами. Что вот там американцы нас хотят захватить, а мы советская родина и так далее. Там не столько коммунистический, сколько советский такой нарратив был, что мы же не можем, там, ну, империализм советский присутствовал. Сейчас товарищ, который выдернут из части мобилизованных, если с ним поговорить, он внятно ничего объяснить не сможет. Вот мы видим, как у Золкина, журналисты из Украины, которые ведут разговоры с пленными. Понятно, что они немного деформированные, они, естественно, в плену не будут слишком откровенничать, но там есть и уникальные примеры того, насколько, там, пытаются рассуждать, чего-то, там, возражать. И мы видим, что по существу, там, пустота абсолютно и полная. Даже те, кто пытаются разговаривать ртом телевизора, которые они, там, посмотрели, они, там, нацисты хотели напасть. Но это, даже в этом отсутствует идеологическое начало. Ну, какая разница? Только они нацисты, они же у себя. Они же могут сидеть у себя, там, быть нацистами хоть сто раз. Так я тебе более того скажу. Ты говоришь про каких-то людей, вроде как, отравленных идеологий. А те товарищи, которые, как бы, должны быть мозгами на нации, там, ну, просто в силу. Ты с ними поговоришь, они от этого Золкинского... Золкинского... Мало чем отличаются. Вообще отличаться не будут. Включая тех же самых чиновников, понимаешь? Они все же по очереди объявляют себя элитой. То эти чиновники прощают из Питера. То это самое. То, значит, мои, условно говоря, коллеги-деятели искусства и культуры, они же, ой, подавляющими ничем не отличаются. Понимаешь? Ну, поехал наш, можно сказать, общий друг советского народа, этот, как его, Филик Киркоров. Да, это очень смешно. Да, но это уже вообще, понимаешь, анекдотичный. Да, он карикатурный тип, да. Но это очень хорошо иллюстрирует себя, понимаешь? А я тебе скажу про вот такую культурную часть. В широком смысле. Это не только там артисты, это не только художники. Ты знаешь, я тоже над этим много размышлял, даже эфиров много посвятил на своем канале. Я думаю, ты знаешь, все-таки значимая часть, она же подхватила именно этот советский опыт. Они вот усвоили уже тогда. Мастера культуры, они вот стереотипизированы, инерционно, они всегда вели себя так. Вот власть что-то сказала, нужно ее активно поддерживать, причем нужно, так сказать, проявлять чудеса идиотизма. Он как Дюжев, на него посмотришь, ну понятно, что там и наркотики, возможно, но все, тем не менее. Понятно, что он этот штамп, он где-то отрепетировал перед зеркалом, он его выдает раз за разом, понимаешь? И, в принципе, интеллигенция, так называемая, культурная, они, конечно, интеллигенты очень условные, наверное. Бабарыкин, наверное, в гробу бы перевернулся, увидев их. Но, конечно же, они просто очень легко это состояние в себе воспроизвели. Какой-то Михалков, он легко его внушал, как и Кобзон. Они говорят, да что ты, куда ты? Вот и при советах нормально жили, и при Путине. Веди себя, делай, что говорят. И все будет ровненько, и все. Поэтому они очень легко это принимают. И молодое поколение, которое, казалось бы, советского опыта не имеет, им передали это. Вот это, значит, такую вот зависимость, такую покладистость, такое, значит, поведение стандартизированное, которое устраивает власть. Они же сразу бегут очищаться, значит, Донбассом. Чтобы они не сделали, они сразу бегут на Донбасс, чтобы, вот, смотрите, я тут, я вот все, я, вы не думайте, я вот никуда, я не вибрирую и так далее. Поэтому я думаю, что здесь от советского опыта очень много. То есть, вот они вот усвоили это, а кто возмущается, кто возражает? Те, кто уехал. Это же наследники того же культурного слоя русского внутри советской, там, не знаю, литературы, кинематуры. Которые тогда были диссидентствующие. Просто их, ну, чуть, может, больше стало, может, они заметнее, может, фигуры масштабные, там, типа Пугачёвой, да. Но они были и в советский период, такие же диссиденты внутри, которые, там, Галич какой-нибудь, ещё кто-нибудь, любого назови их, много, там, писатель, вообще, Пророва была. Ну, вот они такие же, вот так же, вот, когда, тогда были такие, и сейчас есть такие. Понимаешь? Ну, может, численных стало больше, может, возможно, стало больше уехать, где-то заработать, как-то жить. Вот. А, в принципе, опыт тот же. Тогда просто не выпускали, а если выпускали одного человека, то семья сидела в заложниках. Да, 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 да. Нет, ну, понятно, тогда ограничители больше. Конечно, да, тут странно. И ты оставался, но ты обрекал семью тогда на голод, холод и репрессии. Ну, вот, ну, вот, да, приблизительно так. Так, поэтому, на самом деле, это ещё и поэтому они воспроизводят весь советский опыт, ну, в этой части. Я уверен, что они закроют границы и будут делать заложниками, родственников тех, кто уехал. Для них это просто привычный способ, КГБ так делало. Почему ФСБ должно по-другому себя повести? Так, конечно, будут выездные документы, поди, вон, миграционный служб, получи штампик, что ты можешь выезжать. Вот тебе авир чистый, да, и так далее. То есть, и будет медленно-медленно снижать цифры, периодически пересекающую границу, и дойдёт до того, как было в советские годы. Это чиновники всякие, портначальники, какие-то культурные деятели, моряки, там, ещё что-нибудь. Вот они катались, а остальные, в общем, страна большая, есть чем заниматься. Слушай, ну, я не думаю, что с границы сейчас так уж просто технически закрыть, потому что сейчас и Казахстан, и Узбекистан тоже за границей. Много людей, понимаешь, ты думаешь, что они закрывать будут от тех, кто на Запад ездит? То есть, сложно заезд закрыть от того, кто едет на Восток. А, слушай, слушай, это технический вопрос. Это точно технический вопрос. Ну, просто, ну, короче, даже он не столь принципиальный. Понимаешь, если сейчас их держат бабки, вот, и если понятно, что им нигде больше противоплатить не будут, так можно особо и не закрывать. Понимаешь, ну, с другой стороны, мы с тобой нарисовали такую довольно мрачную картину, а я как раз хотел, разумеется, может пойти и так, и в светлое, и в тёмное, но я хотел всё-таки как бы луч света какой-то зарядить, тем больше надо как-то немножко закругляться, вот, что всё-таки есть слабая надежда, что, учитывая, что для этого не нужно много затрат, и даже много затрат менеджмента, и даже немного затрат денег, что просто кто-то в какой-то момент решит, ну, там, гипотетически Юлия Навальная, да, или некий ноунейм, решит просто сорганизовать небольшую бригаду 300-400 боевиков, и они нафиг сметут. Я скажу тебе так, опыт, поскольку я много чего знаю, разного рода попыток, он есть такой, он есть, но он пока ни к чему не ведёт, выразимся так. У этого масса препятствий, и прежде всего, сами люди. А люди, как бы, обсуждения разные идут, на разных уровнях разговоры идут разные. Ну, разговоры разговорами, да, потому что вот я сам в Киеве общался много с кем, и с руководителями, командирами русских подразделений РДК, Легионы Свободы России, я с ними совсем не разговаривал на этот счёт. Там есть и свои люди в России, которые, значит, конечно, их использует украинская разведка, вот, это так, но это другой уровень, другой состав должен быть людей, людей, заточенных исключительно на русские цели, появится он или нет. Это пока открытый вопрос, мы этого до конца не можем понять, поскольку он зависит от целого ряда факторов. Факторов, которые могут сложиться, но на определённом фоне. Сейчас этот фон не очень благоприятный. В силу чего? Что, да, неудача на фронте в Украине, это есть. Запад проявил просто невероятную, к концу второго года войны, невероятную слабость в продолжении поддержки Украины. И в целом, вообще, кстати, оппозиция русская и противостояние Путину, Запад сейчас претерпевает вот такую фазу слабости, невероятной слабости. И в-третьих, скажем, конечно, убийство Навального оцепеняющим образом произвело впечатление такое вот на вот эту среду, кумулятивную группу. Хотя ненависть и граждан мести она осталась, она никуда не ушла, я просто уверен. Вопрос, как эту энергию использовать, как её направить. Наверное, индивидуальные проявления не исключены. Индивидуальные проявления не исключены, а сорганизованные какие-то... Ну, надо ждать, надо посмотреть. Окей, ну, знаешь, как говорится, нужно рассчитывать на это самое... Надеяться на лучшее, а рассчитывать на худшее. Понятно? Это да. Ну, опять же, в убийство Навального это такого же края, на самом деле. Человек, у которого столько приверженностей надежды и столько у него было вложено. Ну, с одной стороны, отцепенение, но с другой стороны, может быть, будет какая-то всё-таки реакция адекватная для этого. Не то, что зуб за зуб, а много зубов, потому что это уже некий итог уже конкретного террора, да? Ну, террор, мордобой, можно только террорно отвечать. Так. Слушай, поэтому давай пожелаем нашим благодарным зрителям, чтобы они всё-таки освободились. И опять же, про Запад тоже, конечно, насколько Запад может это всё тащить, если сами ничего ни хера не делают. Не, это справедливый упрёк, он справедливый. Правда, Украина, если мы сейчас о ней конкретно говорим, но она делает как раз для своей защиты очень многое. Если мы говорим о русской оппозиции, то да, этот упрёк абсолютно уместен, потому что вы покажите, на что вы способны, покажите, что вы можете, покажите, что вы хотите. Процесс, а результат, понимаешь? Да, конечно, я согласен, результат, только результат. Всё только ещё, блин. Ну, окей, всё понятно. Давай всё-таки пожелаем нашим зрителям. Ну, ты желаешься, понятно. Ты вот заступаешься злым следователем, а я добрым. Да, ты говоришь, что всё будет плохо, а я говорю, что если немножко пострелять, то всё будет хорошо. Ну, я нет, я с этим согласен, в принципе. Мне спор с этим нет. Я просто подхожу очень рационально, по-еврейски. Я, значит, раскладываю всё на составляющие. Мне нужен ясный план, как стрелять. Вот, я вижу массу у этого сложностей, но, тем не менее, конечно, суть-то она одна и та же. Зло преодолеется силой, и никак по-другому. Сопротивление злу силою, а не вот непротивление, как говорил Лев Николаевич. Кончилось известно чем. Так что... За один зуб нужно много там будет выбивать. Ну, да, да. За одного убитого коммуниста нужно... Это самое, белый как... Ответим красным террором на белый. Вот, я, конечно, не призываю к насилию, а, может, и призываю. Ну, просто это настолько очевидно, что мы с тобой, знаешь, такие очевидные вещи проговорили. Что, может быть, до кого-то дойдёт. Как раз после убийства такого демонстративного и, как говорится, на людях Алексея. Да. Хорошо. Позвольте ему будет пухом. Спасибо, что ты нашёл время и возможность. Да, рады вам. Я тогда сейчас останавливаю запись, чтобы ещё знать бы, как это делается. А, вижу. Вот, и я тебе напишу тогда. Хорошо. Всем всего доброго. Да, до свидания. Всего доброго. Спасибо, благодарные зрители. Ставьте лайки и пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok